Здарова ребят, сегодня я хотел бы поделиться той самой нерадостной теорией о судьбе Xbox Series S, о которой я вам намекал в недавнем видосе. Сразу предупреждаю, то о чем я рассказываю это лишь предположение, возможный расклад событий, некая теория, но никак не фактическая новость, которая произойдет на все 100%. Поэтому после просмотра особо не паникуйте, а просто держите такую мысль в голове, если вдруг я угадаю, конечно будет печально, но надеемся этого не произойдет. Но перед началом видеоролика я хочу вам рассказать про акцию подарки на 23 февраля на сайте читайгород.ру, в котором кстати дается скидка в 15% на подборку книг о спорте, о бизнесе и даже о видеоиграх и не только. Здесь вы можете найти кучу интересных и мотивирующих историй, и лично я очень наслышан про одну из популярнейших книг о видеоиграх, а именно Кровь в пот и пиксели, обратная сторона индустрии видеоигр. И благодаря данной акции, которая кстати действует с 18 по 23 февраля в интернет магазине, ее также можно будет приобрести по скидке. И как по мне это будет прикольный подарок человеку, который любит проводить время за книжкой и увлекается видеоиграми. Также благодаря моему промокоду JumboMax вам дадут скидку в 15% на все, ну кроме книг в предзаказе. И поэтому если вы любите читать, то заглядывайте на читайгород.ру и приобретайте интересующие вас произведения. Если что, ссылочку и промокод я оставлю как всегда в описании и советую поторопиться, поскольку промокод работает до 27 февраля. Начну пожалуй с того, что все мы знаем, что в девятом поколении у бренда Xbox вышло сразу две новых консоли. Xbox Series X, которая является более мощной консолью, и Xbox Series S, которая создавалась сразу как бюджетная консоль, которая не способна в 4К. После ее анонсу у многих скептиков она сразу вызвала подозрение, поскольку начинка заметно отличалась от более мощной консоли. Да и разрабы в это время также подливали во все это сомнения и открыто заявляли, что Xbox Series S это словно бутылочное горлышко. Но несмотря на это, Microsoft уверяла, что разница будет лишь в разрешении. И Xbox Series S никаким образом не помешает реализовать все задуманное, поскольку там есть и SSD, и более мощный графический процессор. В рекламе Microsoft вообще заявляла, что 2K 120 FPS и трассировка лучей также будут присутствовать в этой консоли, но только мало кто догадывался, что эти все показатели будут достигнуты лишь в малых случаях. В реалии на самом деле обладатели Xbox Series S от сторонних разработчиков, прошу заметить, реально начали получать дискофорт от происходящего. Дело в том, что майки все-таки слукавили, и помимо разницы в разрешении, все стали наблюдать, что большее количество новых проектов на слабой консоли идет в 30 FPS. Что в принципе для консоли 9-го поколения, на мой взгляд, немного странно. Окей, как бы в 8-ом поколении еще 30 FPS было нормально, как-то, ну, неудивительно, но то, что происходит сейчас, вызывает лишь один вопрос. Какого хрена? Несмотря на то, что уже не раз было доказано, что консоль Xbox Series S все же хороша для своего сегмента, я бы даже сказал очень, и на нее с помощью хороших рук можно достигнуть отличных результатов, у меня закрадываются сомнения, что на нее ближе к середине 9-го поколения попросту могут положить болт. Нет, это не значит, что новые игры перестанут выходить вовсе, нет, ну, по крайней мере, я в это верить просто не хочу. Просто Xbox Series S может показать, ну, крайне слабые результаты во многих играх и даже хуже, чем сейчас. Почему вообще у меня появилась такая теория и что на мне это, как бы, намекнуло? Начну с простого названия. Xbox Series. Ни для кого не секрет, что в название данного поколения вкладываются идеи нескольких устройств. Да, на сегодняшний момент их две и можно типа остановиться на этом, но если вспомнить замечательное 8-ое поколение, где мы вообще не предполагали о выходе какого-то более мощного устройства в одно поколение, оно все-таки вышло, и я сейчас про Xbox One X, если что. Просто ранее такого не было, всегда в одно поколение существовала всего лишь одна версия консоли, и таких разниц именно в мощностях попросту не было. Глядя при этом на PlayStation 5, там всего лишь одна консоль с двумя версиями, а именно с дисководом и без. И, в принципе, тут нету никаких секретов или там изъянов, но вам не кажется ли странным, что несмотря на более мощные консоли, игры на них тоже не выдают максимальных показателей? К примеру, тот же новый Daylight 2, 60 FPS не при 4К, а при Full HD. Да, я понимаю, что это все-таки поляк момент, но и другие игры, кроме EXO, также имеют неидеальные показатели. Это кажется крайним странным, если верить в теорию Торофлопс и железа в целом. Да, виной всему, конечно же, это кривые руки и нежелание прерывать проект до идеала, но такая же ситуация была и при 8-ом поколении, поскольку оно не раз нам доказывало, что несмотря на ту мощь, которая была, они все равно могут показывать хорошие результаты. Мне кажется, что касаемо плоки, достаточно глянуть, как работает Хоразин 2. Я просто вам здесь намекаю о том, что не исключено, что в 9-ом поколении будут выпущены еще консоли, но более мощные, чем даже Xbox Series X. И, как вы знаете, чем консолей больше, тем больше проблем с оптимизацией. И даже несмотря на то, что Microsoft не раз говорил нам, что сделать игру для разных консолей Xbox неимоверно там просто, легко или незатратно, оптимизация новых проектов говорит об обратном. В подтверждение данной теории есть два важных аспекта, это дефицит и развитие технологий. Да, так получилось, что 9-ое поколение сейчас не так доступно, как ранее 8-ое, и по сегодняшний день консоль просто так не купить. Причину этому находят в чрезмерном спросе, но если копнуть чуть глубже, то проблема в том, что для более мощной консоли не хватает компонентов, а именно каких-то там чипов. Насчет дефицита Xbox Series S, проблема, по слухам, не так развита, и поэтому она выпускается в большем количестве. И мне почему-то, ой, как кажется, что один из факторов выпуска более мощной консоли будет как раз таки более мощное железо, в котором уже не так будет заметен дефицит. Поскольку, чтобы снизить дефицит, есть два пути. Либо нарастить мощи, но в этом случае, как вы понимаете, не реализовывается. Ну а если первый не реализуется, то идет второе, а именно найти аналог комплектующих. Ну а если будет замена комплектующих, то к тому же, мне кажется, не грех подсуетиться под будущие стандарты, а именно 8К разрешение. Если вы думаете, что до 8К разрешение далеко, то это не так. Если вы просто, например, прогуляетесь по магазинам по типу NVIDIA, вы поймете, что сейчас 8К телек это то же самое, что и когда было ранее, когда было нормой Full HD. Потом у нас вышли 4К, на них как-то косо смотрели, но потом, когда вышел Xbox One X, пошло-поехало. Тут на самом деле может быть абсолютно так же, ибо телек и консоль, они очень связаны, поэтому исключать появление мощных консолей под новые телеки, ой как не стоит. На мой взгляд, выпуск новых консолей для компании это будет даже положительный исход, поскольку так они смогут нарастить еще большую базу пользователей NextGen'а. Те, кто были на Xbox Series X, будут тянуться к более мощной консоли, те, кто были на Xbox Series S, для них станет целью Xbox Series X, ну а для тех, у кого старое поколение или не было консолей вообще, не прочь будут пересесть на Xbox Series S. И в целом абсолютно будут все рады. Если вдруг складывалось ощущение, куда же еще мощнее или там куда же еще дороже, потому что все-таки мощная консоль будет дороже, то не переживайте, ситуация с дефицитом помогла понять, что у людей более чем хорошая покупательская способность, поскольку у перекупов забирают консоли по 70 тысяч и по 80, то и бывает и по 100. Поэтому цена здесь не проблема. Единственная проблема, которая может возникнуть у Xbox Series S при этом, это опять же качество оптимизации игр, а может даже и от полного его отказа. Несмотря на то, что существует правило, что каждая консоль в поколении должна дожить до самого конца, мы не раз видели, как майки могут отойти от своих слов и, к примеру, убить Kinect, там, закончить серию Lumio. И по большей части она может это сделать просто на ровном месте. Microsoft, если что, это не та компания, которая будет считать копейки. Она склонна идти вперед и при условии, если им нужно будет продать новую консоль и полностью отказаться от младшей версии, она это сделает. Да, как бы здесь я могу предположить, что все-таки потребители создадут некий бун, да, какого фига вы нам продаете консоль нового поколения, ее сливаете, но знаете, здесь они могут прикрыться просто ущербностью Xbox Series S. Просто все вокруг думают, что Xbox Series S действительно слабая, и это может сыграть на руку компания. И если вдруг они от нее откажутся, то будет слоган, а что вы хотели, она слабая, и это в принципе схавают. Это выражение, кстати, используется даже сейчас, и поэтому в умах простых пользователей ситуация может быть вполне логичной. Ну а если это произойдет, и это реально схавают, далее нас может ожидать еще более плачевная ситуация, поскольку тогда смена поколения пойдет намного быстрее, и более мощные консоли могут уходить гораздо чаще. Я прекрасно понимаю, что развитие технологий сейчас идет крайне быстро, но самое обидное, что при этом не растет качество проектов и графическая составляющая. Как по мне, Xbox Series S это в любом случае отличный вариант на сегодняшний день, для того, чтобы просто прикоснуться к next-gen играм, ибо сейчас за такую цену подобного устройства, ну, попросту не найти. Что будет с ней по факту, никто не знает, кроме, наверное, самих Microsoft, но я очень надеюсь, что Xbox Series S не окажется выброшенной за борт. В общем, такой вот из возможных исходов событий, некая теория. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете об этом, и если вам было интересно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok